У меня задача очень сложная и очень простая, представить поэта. Сложная, потому что, наверное, если говорить всерьёз о личности, о поэзии, о том, откуда, что, это тема такая, что никто в ней ещё, наверное, до конца не разобрался, это очень сложно. Это очень сложно и в личностном отношении, и как творчество. Я сам только начал понимать, что такое поэты и поэзия, когда близко познакомился с несколькими замечательными поэтами, среди которых Елена Поляновская. С другой стороны, говорить очень легко, потому что принято как-то в писательской, в литературной среде всегда снабжать людей титулами. И меньше, чем известный, у нас никого не бывает. Если человек выходит куда-то на трибуну, всегда говорят, там, известный писатель, известная поэтесса, известный композитор, известный художник. Это как бы минимальный уровень, с которого начинается вежливость. Как минимум известный. Потом начинается популярный, знаменитый, потом он становится выдающийся, большой. Ну и, наконец, к сожалению, уже не при жизни автора, как правило, становится еще и гением. Потом все узнают, что он был еще и гением, но уже не при жизни автора. На самом же деле, вообще говоря, поэт и поэзия – это вещь очень редкая. И сказать «это поэт» – это так много, что в этом все. Так вот это поэт Екатерина Полянская. Из города Петербурга, коренная ленинградка. Все предки ее из Ленинграда. И врач, очень хороший врач, и конница, и вообще замечательный человек. Здравствуйте, дорогие друзья. Во-первых, я очень рада вас видеть, и спасибо вам, что вы пришли меня послушать. Потому что, конечно, как бы Валентин не говорил, поэт там такой-сякой, но я понимаю, что все мы на данный момент широко известны в узких кругах. Вот, и поэтому, тем более, мне приятно, что люди пришли, пришли послушать. Мне, конечно, было немножко сложно выстроить сегодняшнее выступление, не зная людей, не зная публику. И поэтому я, в общем, стихи перемешала. И старые, и новые. Я не могу вам сказать, что вот я буду тут читать новые стихи, а, мол, старые вы все знаете. Конечно, не знаете. И это нормально совершенно. И поэтому я буду читать стихи вперемешку. Вот, теперь я прекрасно понимаю, что слушать стихи – это труд. Ну, это действительно труд. И труд достаточно утомительный. И опять же, прекрасно зная себя, будучи действительно поэтом, каждый поэт, как бы он там ни кокетничал, он стихи читать любит. Ну, любит он читать стихи. Вот, что называется, только дай. И поэтому, как бы, моя задача – вас, в общем, еще и не замучить ко всему. Ну, да, это действительно так. Поэтому, во-первых, давайте договоримся так, что если у кого-то вдруг будут вопросы из зала, вы можете совершенно спокойно о чем-то спросить, перебить – это нормально совершенно. А во-вторых, вот я почитаю там минут 35-40 и вас спрошу, будем ли мы делать перерыв или вообще как вы устали, не устали. Это нормально совершенно, без обид, нормальная ситуация. Потому что, ну, действительно, читающий человек, ему очень тяжело понять, как люди реагируют и надо ли это продолжать. Договорились, да? Вот. Ну и это даже, что называется, не то, чтобы извиниться, читаю я по тексту наизусть, я своих стихов не знаю, потому что выступаю я, в общем, довольно редко. Вот. И поэтому тексты у меня напечатаны, потому что лучше я буду все-таки иметь текст перед глазами, чем я где-нибудь понервничаю и собьюсь. Правда же? Вот. А начать я хочу со стихотворения о ноябре, во-первых, потому что у нас действительно начался месяц. Ноябрь – месяц достаточно своеобразный, тяжелый. Ну, и поскольку я приехала из Ленинграда, Петербурга, это я в моем городе тоже, потому что я вот, особенность у меня такая есть, нехорошая, а неплохая просто особенность. Я никогда не могла ничего выдумать. И если я что-то пишу, это значит то, что действительно я видела, слышала, это было. Ну вот. Поехали. В этой комнате слышно, как ночью идут поезда. Где-то там, глубоко под землей, в бесконечном тоннеле. Пережить бы ноябрь. Если Бог нас не выдаст, тогда не учует свинья, и, глядишь, не сожрет в самом деле. Пережить бы ноябрь. Чехарду преснопамятных дат, эти бурые листья со штемпелем на обороте, этот хриплый смешок, этот горлоцарапнувший взгляд, этот мертвенный оцвет в чернеющих окнах напротив. Пережить бы ноябрь. Увидать сквозь сырую пургу на январском листе птичьих лапок неровные строчки, лиловатые тени на мартовском сизон снегу, послабление режима и всех приговоров от срочки. Пережить бы ноябрь. Ночь Ерошит воронье перо, Задувает под ребра, Где сердце стучит еле-еле, И дрожит абажур. Это призрачный поезд метро, глухо лязгнув на стыках, промчался к неведомой цели. Спасибо вам большое. Но давайте мы с вами договоримся. Честное слово, мне очень приятны ваши аплодисменты, но пока я читаю, давайте мы без них, ладненько, потому что они немножко сбивают, а я все-таки волнуюсь. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, нормально, не плывет голос, не надо дальше, нормально, да? Поменьше, да, бьет по ушам, да? А так нормально? Лучше, да? Хорошо. А у нее проточено на лбу Такая белая И челка золотая. Я в поводу веду ее в табун, под сапогами чавкает густая, как тесто глина. Где-то в стороне урчит сердито трактор, и усталость к ее хребтистой старческой спине присохла, словно с труп. А мне осталось уздечку снять, по шее потрепать и постоять еще минуту рядом, в кармане корку хлеба отыскать и протянуть ей, и окинуть взглядом больные ноги, вислую губу и тощих ребер выпуклые строки и белую протучину на лбу. И под глазами мутные потелки и намгломение увидеть в ней в глубинах ускользающих бездонных священное безумие коней, разбивших колесницу Фаэтона. А это следующее стихотворение, оно тоже, в общем-то, такое лошадковое. Оно с эпиграфом из Сосноры. Подари мне еще десять лет, десять лет до в степи, до в седле. Виктор Соснора. Обращение. Все спокойней, ровнее и тише дышит полдень, и солнцем прошит сизоватый бурьян прииртышья, под копытами сухо шуршит. А каких я кровей так ли важно раскаленной степной синеве, голос резок, а песня протяжно и кузнечик стрекочет в траве. Ни друзей, ни далекого дома, только стрекот до шорох, до зной. Без дорог, за черту окаема, седока унесет вороной. Бросить повод и руки раскинуть, и лететь, и лететь в никуда, затеряться, без имени сгинуть, чтоб не эхо и чтоб не следа. Вот я, Господи, малая точка на возлюбленной горькой земле и дана мне всего лишь отсрочка десять жизней в степи и в седле. А вот городское стихотворение. Рыжая псина с пушистым хвостом дремлет в тенечке под пыльным кустом и полусонная в жарком паху ловит и клацает злую блоху. Рядом, приняв озабоченный вид, вслед за голубкой своей семенит самый влюбленный из всех голубей. На воробья налетел воробей, бьются взъерошенные дрочуны, не замечая, что к ним вдоль стены тихо крадется, почти что ползет весь напряженный пружинистый кот. Как хорошо, что они еще есть в мире, где горести не перечесть, в мире дрожащем у самой черты голуби, псы, воробьи и коты. Ну вот, а это стихотворение дало название книжки «Воин в поле одинокий», которая вышла в Москве в 2009 году в сборнику. дымной тенью, тонкой болью, с явью сон непрочно сшит, привкус горечи и соли, одинокий воин в поле за судьбой своей спешит. Словно бы неторопливый мерный бег, широкий мах, птица стонет сиротливо, тускло вспыхивает грива, за спиной клубится прах, бесконечен щит небесный, безвозвратен путь земной обреченный и безвестный голос ветра, голос бездны, голос памяти иной. Воин в поле одинокий, дымный морок, млечный след гаснут сумерки и сроки, в омут времени глубокий, льет звезда полынный свет. Ну и вот тоже стихотворение, которое мне хочется прочитать, оно дало название другой книжки «На горбатом мосту». На горбатом мосту лишь асфальт да чугун, над мостом проводов непонятный колтун, под горбатым мостом все бетон да гранит, воздух, скрученный эхом, гудит и звенит, только нежить шишига живет, не живет, чешет тощую лапкой мохнатый живот, утирает слезинку облезлым хвостом, под горбатым мостом, под горбатым мостом, будь ты крут и удачлив, а все ж без креста не ходи лунной полночью мимо моста, скрипнет ветка сухая, вздохнут камыши, в голове зазвучит «Эй, мужик, попляши», и погаснет фонарь у тебя на пути, и не сможешь стоять, и не сможешь уйти, тихо щелкнут костяшки невидимых счет, и закружат прозрачных теней хоровод, и пойдешь ты плясать, сам не ведая где, всплеск и только круги побегут по воде, и еще раз чуть слышно вздохнут камыши вновь бетон и гранит и вокруг не души. Скажи, куда мне спрятаться? Скажи, от жалости слепой куда мне деться? пролетами цепляются за сердце стекающие с лифта этажи, и тянутся канаты, провода, мгновения и полутоном выше, туда, где голубям не жить под крышей и ласточкам не выстроить гнезда, где ты меня давным-давно не ждешь, где скомканно пространство в снятых шторах, по лестнице шаги, у двери шорох, и им в ответ озябших стекол дрожь, где паучок без времени соткал из памяти и тонкой светотени раскидистую сеть для отражений немеркнущих в бездонности зеркал, где контуры портрета на стене еще видны в неверном лунном свете, и наши неродившиеся дети спокойно улыбаются во сне. Господи, взгляни на наши лица, ты сияешь славой в звездном стане, Господи, мы птицы, только птицы, жизни еле слышное дыхание, наша плоть под солнцем истончилась, выветрились слезы и улыбки, нашу тонкокосность, легкокрылость лишь в полете держит воздух зыбкий, Господи, ну что еще мы можем только петь, не помня о законе, петь одну любовь, и все же, все же не сжимай в кулак своей ладони. Ну вот, а сейчас я вам прочитаю верлибр, потому что я их, их тоже есть у меня, правда, немного, но тем не менее. Ох, как же я их ненавидела с яростью зверя, полного сил и совершенно беспомощного перед этой маленькой дрянью пулей, выпущенной с безопасного расстояния двуногим ничтожеством, с отчаянием смертника, понимающего, что не успеть, что ночь на исходе, и это уже все. О, как же я их ненавидела, этих мальчиков из хороших семей. Они разбираются в музыке, немного рисуют, пописывают стихи в юности от избытка эмоций, но своевременно начинают делать карьеру, не без поддержки, однако же трудолюбиво. Они продвигаются на избранном поприще без особенных взлетов, однако весьма и весьма и смотрят на творчество, сжигающее людей изнутри, как на приправу, экзотический соус к хорошо приготовленной жизни. Охлюбкой стараюсь не ерзать по слишком костистой спине, я в богом забытую торзать въезжаю на рыжем коне. Деревня глухая, бухая, вблизи бывшей зоны, и тут потомки былых вертухаев, да зеков потомки живут. В пылище копаются куры, глядит из канавы свинья, что взять с городской этой дуры, а дура, понятно же, я, а дура трусит за деревню, туда, где и впрямь до небес поднялся торжественно древний никем не измеренный лес, где пахнет сопревшую хвоей, где тени баюкают взгляд и столько же ровно покоя, как десять столетий назад, где я ни копейки не значу, а время, как ствол под пилой сочится горючий, горячей, прозрачной еловой смолой. А вот стихотворение под названием «Святой Борис». Качнулись в седлах каменные спины, отспорив, отшумев, угомонясь, уходит недовольная дружина. И что теперь ты будешь делать, князь? Беги, Борис, испуганную птицей, лети за горизонт на край земли. Часы идут, земное время длится и рвется под копытами в пыли. Дрожат и наливаются неслышно минуты, словно капли на весу. О, Господи, среди живых я лишний, но кто из нас войдет с тобою в суд? Оправдываться чьетная затея, коль сам ты не отпустишь мне долги? Толкаясь от трусости потея, в шатер уже врываются враги. О, Господи, услышай и помилуй, на миг один открой свои пути и если я ослабну, дай мне силы до губ дрожащих чашу донести, чтоб к жизни, пробудясь в смертельной ране, расправив изумленные крыла, бессмертия глубокое дыхание душа перед полетом обрела. отец мой был похож на волка и сед, и зол, и одинок, лишь на руке его наколка, раскрывший крылья глубок, нелепо и довольно криво он все летит из дальних стран, где сильный, молодой, красивый мой батя не от водки пьян, где мать жива, а я, быть может, в проекте или даже нет, где легкий тихонько гложет дымок болгарских сигарет и напрочь забывая лица сквозь морг суету и тлен я снова вижу эту птицу летящую средь вздутых вен и в зеркале завороженно ловлю который раз подряд все тот же странно напряженный неуловимо волчий взгляд. так ну что есть пока силы да хорошо тогда я вам прочитаю ультима тули вот вообще говорят так что более длинных стихов читать не надо но оно не так чтобы уж слишком длинное но все-таки подлиннее чем я обычно пишу ультима тули бредя коридорами долгой ночи проулками строчек и между строчей сжимая пальцы в кулак душу выкручивая из тела о чем я тебе рассказать хотела теперь не вспомнить никак о том как прекрасны чужие лица кто-то всерьез собрался жениться кто-то ложится в гроб кто-то едет в Париж и лениться кто-то в руках задушил синицу а не пищала чтоб о том что в комнате неразбериха что в зазеркалье тихое лихо дремлет тысячу лет о том что рассвет истончает тени а жизнь в сослагательном наклонении это полнейший бред в шторах сквознячная пантомима вещи меняются неуловимо шкаф навис как скала дыбом шерсть на скале дивана и желтозубая фортепиана скалится из угла странный шум за стеной сырою словно бы в обреченную трою вкатывают коня даже не соблюдая приличий мир меняет свое обличие и вытесняет меня к зеркалу к самой стеклянной кромке там где жемчужно дробится ломкий неуловимый свет тени выстрелись в карауле просто это ультиматули дальше земли нет кто изнутри о зеркало бьется смотрит из глубины колодца расширяя зрачки кто там смеется беззвучным смехом в сердце моем отдаются эхом сердце его толчки резкий удар а ладонь ладони медленно погружается тонет в бесконечности взгляд воздух еще между нами трепещет но за спиною теснятся вещи путь преграждая назад я не вернусь мое время сжалось кровь двойника с моею смешалась я закрываю счет звон стекла фейерверк осколков первый шаг больно второй шаг колка третий уже полет дыханием полуночи кроткой колышется штора слегка за тонкую перегородкой ругаются два старика хрипящей изнанкой наружу ни в чем не попустят вины по матери в бога и в душу а сами бедны и больны кто предал Россию кто продал кто сволочь кто просто дурак кто деньги украл у народа кто сдал государство за так и спорят нетрезвые оба ненужные здесь никому бессонная горькая злоба летит в заоконную тьму водится клокочет в сортире за стенку грохнул засов и падает черная гиря на хрупкую чашу весов то что я есть это стихотворение с эпиграфом из Вильяма нашего Шекспира то что я есть заставит меня быть то что я есть в ночи крадущейся тать карточный шулер с даранами рукавами то что я есть заставляет меня хохотать петь исходить рифмованными словами то что я есть колпаком дурацким звеня пляшет на самом краю карниза то что я есть шкуру сдирает с меня и уверяет что это закон стриптиза то что я есть славу любви трубя яростно шепчет через барьер столетия знаешь я никогда не любила тебя больше того никогда не жила на свете то что я есть всем и всему назло строит в ночи мосты а с утра взрывает то что я есть заставляет врастать в седло именно когда из него выбивают то что я есть словно летучая мышь криком своим пробивая в пространстве дыры слепо летит и слушает эхо лишь эхо свидетель существования мира то что я есть желая себя разбить мечется нелепо и неосторожно то что я есть меня заставляет быть и тут изменить уже ничего невозможно романс вот и романсы мы пишем иногда мой дорогой мой слишком дорогой когда бы я умела быть другой всем существом привязанную к дому быть может мы бы жили по-другому и сердце позабытое в степи я бы тыскала и велела спи но вечен скрип тележный средь равнины и терпкий привкус горечи полынный не исчезая дремлет на губах и выбелило солнце долгий шлях мой дорогой мой слишком дорогой когда бы я умела быть другой когда бы я умела быть иною со взором тихим с гибкою спиною но вот на отблеск дальнего костра я полетела всем ветрам сестра черпунув из глубины времен однажды придонную мучительную жажду той воли что и не было и нет и тесен дом и узок белый свет альма-матер посвящается первому медицинскому институту который я имела честь окончить свое время альма-матер мне сладок твой дым не признаешь ты стих мой беспутный погружаясь все глубже в уютный задушевный гитарный интим только взглянешь бездумно и слепо маска память гипсовый слепок и тогда по дорожкам твоим я пойду и бродячие псы зарычат и деревья очнутся две синичих кормушки качнутся на рябине как будто весы на скамейке сожмется старуха по ружейному четко и сухо за спиной моей щелкнут часы и увижу тяжелую дверь корпуса твои в дымке морозной улыбнусь совершенно бесслезно не считая обид и потерь никогда не была серьезной никогда а теперь уже поздно слишком поздно теперь без обвинений и высоких слов мне вороненый ствол упрет в затылок эпоха рынков нищих стариков в кошелке собираемых бутылок эпоха где уже не на кресте на поручнях промерзлого трамвая в раздавленной телами пустоте распяв тебя сейчас забывают где как во сне без голоса кричать и погибать в слепом бою без правил где горького безумия печать на лоб горячий кто-то мне поставил где получувства точат полужизнь и та привычно и почти не страшно с краев желтея медленно кружит и падает в архив трухой бумажный где время обращенное в песок сочится незаметно остывая и отбывает слишком долгий срок душа на удивление живая а вот еще такое сейчас я посмотрю как по времени у нас получается за моря летит синица петушка несет лисица вьется ленточка в косице смыслу здравому назло в облаках темно водится отражая наши лица вдрызг пытается разбиться удрученное стекло по Европе призрак рыщет и дает умящим пищу профессиональный нищий требует отнюдь не грош а не менее чем тысячу в подворотне ветер свищет и мелькнув средь толковища новых ножен ищет нож снится суженой девице старику совсем не спится в колесе мелькают спицы дни и ночи напролет кто-то пьет и веселится кто-то хочет удавиться но досудорог боится и поэтому живет стрелки на часах уснули показав большую дулю со смещенным центром пуля пуля попадает в новый век волки зайцев обманули и в бараний рог согнули спи пока воркуют гулия и кружится белый снег я полю посвятить хотела стих но ветер что коснулся губ моих дышал полынью и горчил едва и были не нужны мои слова ни ящерки мелькнувшие меж камней ни солнечному пятнышку на ней ни травяной вздыхающей волне ни птицы распростертой в вышине и стих лесной был в общем-то неплох но разомлел грибную прелью мох и тонкий стебелек был так раним и шмель гудел задумчиво над ним а жизнь вскипала музыкой с листа срывалась сонной каплею с куста преображая ужас в благодать мне никогда такого не создать не выразить не удержать в зрачках в рассыпанных осколках черепках ни жаром сердца ни игрой ума не сотворить поскольку я сама лишь только эхо шепот тростника чуть слышный стон примятого цветка смех земляники в спутанной траве шальная мысль в господней голове так это мы пропустим а вот это мы прочитаем так получив от судьбы приблизительно то что просил и в пародии этой почуяв ловушку издевку понимаешь что надо спасаться бежать что есть сил но не знаю куда ковыляешь смешно и неловко вот такие дела обозначив дежурный восторг подбираешь слова прилипаешь к расхожей цитате типа торг неуместен и правда какой уж там торг не в попад говоришь и молчишь тяжело и не кстати а потом в серых сумерках долго стоишь у окна долго мнешь сигарету в негнущихся медленных пальцах но пространство двора водосток и слепая стена провисают конвою на плохо подогнанных пяльцах перспективу теряют и резкость и странно легко истончаются рвутся глубинным толчкам отвечая и вскипает июль и плывет высоко высоко над смеющимся лугом малиновый звон иван чая вот и вы знаете эту вот часть я бы хотела вот такими двумя стихами закончить а потом по вашему желанию мы или перерывчик сделаем или так сказать там вот эти стихи такие скажем немножко менее серьезного плана хроника одного вечера это действительно правда стих подпирал он должен был явиться он был готов к рождению вполне как всякой божьей твари угнездиться для оной цели нужно было мне домой нельзя там оседлают сходу но не беда полно кафе окрест зашла в одно а там полно народу и все едят и нет свободных мест в другом невыносимо беспрестанно гремел динамик слух терзая мой а третье было мне не по карману я плюнула и побрела домой на кухне звон и резкий виск соседки а в комнате счастливый теле сон и пометавшись будто волк по клетке я потихоньку выскользнула вон на набережной села на ступени но видно неудачен был момент и страж порядка полный подозрений навис и попросил мой документ ну что ж с собой паспорт слава богу смотрелся криминала не нашел сижу пишу взглянул довольно строго но разрешил и с важностью ушел и снова я распутываю нити хватаю ускользающий кураж вдруг чей-то голос выпить не хотите и пальцы выпускают карандаш оглядываюсь пара пожилая уже под газом но еще вполне друг друга через слово посылая усердно ищет истину в вине у нас сегодня дата 28 и все живем я дура он подлец но выпейте за нас мы очень просим иначе разругаемся в конец я поняла что чаша не минует блаженный миротворцы сгинул стих и долго долго исповедь дурную я слушала и утешала их стемнело я уйти заторопилась но различила сказанное вслед и все-таки она бы утопилась записку дописала и привет мы вовремя их много тут с приветом вот это приговор и нечем крыть ведь если я могу не быть поэтом то кем угодно я могу не быть ну и в пару к этому вот в этой части последний стих собственно он наверное об этом же тщетно отряхиваясь от бытовой шелухи кажется в ночь с воскресенья на понедельник я поняла что рай это место где можно писать стихи и никто не подумает даже что ты бездельник там в раю моя фляжка всегда полна свежей водой и что особенно важно там для меня есть время и тишина и карандаш как посох в пустыне бумажной можно идти оставляя чуть видный след вырвавшись из коридоров и кухонь душных самое главное там начальников нет добрых злых жестоких великодушных и вот когда недожаренные петухи готовятся клюнуть ибо в окне светает я думаю рай это место где можно писать стихи подозреваю что там их никто не читает ну вот дорогие друзья вот я что давайте мы с вами вместе решим вот честно без обид без дураков значит будем ли мы делать перерыв есть ли у вас вопросы не переутомила ли у вас на этом вот хотите мы можем на этом закончить хотите я почитаю вам еще вот хотите сказать вы знаете поэзия конечно всегда великолепна но что для меня сейчас самое главное то что вы слышали сначала напугался не слишком серьезно и слава богу что вы раскрыли сердце сказать добрый вечер дорогие собри добрый вечер дорогие друзья я думаю к целине Владимировне будет приемно под шутяг учить в Минску белорусская мова редко сдаводится чуть правда а я думаю что вы разумеете выдатные как мы вас дорогие собри по-перше безумовно вельно приемно нам витать вас в нашей головной зале наши чудовные попередники осветники классики народные письменники поэты слухают нас глядят на нас и особливо на наших слухачев на ведвальников нашего дома литератора кто меня не веда я представлюсь и Михай Спазняков старшиня Минска городского отделения союза письменников Беларуси я хочу сказать дорогие сябри что Катерина Полянская вельми добрый сябра не тольки беларусской литературы беларуских выданьев литературно-мастацких але и вогули нашей республики ина частый так сказать может не занадто частый але нередкий гость у нас у Беларуси ина у свой час друковалася и друкуется у наших литературно-мастацких выданьях у всемирной литературы я памятую калисці там сустракалисся у немані в свой час каля я прасывал главным редактором гэтага часопіса вось па представленні Валентина Сергеевича Маслюкова який открывав гэтую вечарю наш выдатный празаек вось руковаліся у безумовно нашим выдатным часопісі неміга литературна зараз нова неміга литературна головна редактор і выдатний наш поэт перекладчик Анатолий Аврутин тут присутніча може ще скаже некількі слав у інших выданнях коллективных сборніках до речі у нас со столичным отделением Союзе письменнику Беларуси и петербургским отделением є добрі творчі стосунки так само наші письменніки нередкі гості в Санкт-Петербурзі вось ми зараз об'явіли сумісний литературны творчі конкурс і асабліво сі род молодых поэтэс тому вось я гляжу на наших молодых хачу кобляны пасля до мене подышлі обов'язково паудзельничали в гэтым конкурсі вось і безумовно вось улічуючі такі так скажем не перші візіту Беларусь актівнае садзейничання развіцю наших литературних стасунков вось Саюз письменніків в Беларусі Сергіна Владимировна узнагароджуває вас грамотай іна написана па-русску ми думали як написать па-беларуску тут ці па-русску але я думаю будзі у Санкт-Петербурзі вось нешто виш повинна одна Саюзі письменніків привеці на память тому гэта сурйозна заслужена вами узнагарода я что в ньому написано награждается Полянська Екатерина Владимировна поэтесса член Союза Писателей России за многолетню плодотворну поетическую деятельность сотрудничество с беларускими литературными зданиями укрепление творческих связей между писательскими Союзами Беларуси и России и в частности между Санкт-Петербургским отделением и Минским городским отделением Союза Писателей Беларуси кстати дорогие сябри зусім недавно мы побывали делегацией великой в Москве бо 9 годов тому назад был створан Союз письменніків Союзной Державы и Борис Орлов старшиня Санкт-Петербургского отделения прымав в гэтым удел в гэтым з'езде и другий з'езд былся в Москве первый был в Минску и безумовно у нас великые планы супрацовніства выдань взаимоперекладов я думаю Катерина Владимир Наполянская протягивала так и будет протягивать супрацовніщить с нашими выданьями и бывать у нас в Беларуси тем больше коли не будь махчимо выступить в нашем театре поэзии які так само у нас створены и працюя при столичной городской библиотеце имя Янки купалы ну я долго не буду говорить специально ка вы трошки отпычили собрались с думками а вы дорогие задавайте питание у вас есть редкая такая махчимость у нас не так часто выступают приезжают до нас выдатные поэты и тем больше близкого вельми для нас Санкт-Петербурга я вручаю эту зногороду славянскую троечи так что новых приездов вам новых творчих удач у Гатерины Владимировны много узнагород литературных премий ось высоких чомусь так стипло не называли их ну коли будете цикавиться я думаю она скажет про гэтая премия дякую успеху спасибо спасибо самое главное премия то что вы пришли и слушаете вот это мне очень приятно конечно я спрошу ну что будем делать перерыв сами вот решайте спасибо да пожалуйста конечно вы знаете что я вообще я не согласна с этой фразой в принципе у меня даже было я его конечно не помню это стихотворение потому что само по себе стихотворение было ну честно скажу оно неважное и поэтому я как бы такие стихи не выпускаю но оно было именно потому что я не согласна с тем что поэт в России больше чем поэт поэт это вот если поэт то это поэт вот Валентин правильно сказал что чего уж больше и чего страшнее на самом деле поэт есть поэт больше это быть не может ну чего ну хорошо ну нет я-то понимаете я посмотрю на время исключительно в плане самодисциплины понимаете это называется поэт то ты поэт но как бы о людях же думать надо немножко вот хотите значит тогда продолжим ну вот в этой части в этой части больше но более новых стихов но как бы есть и более старые значит вот стихотворение с эпиграфом таким из высказывания в сети я редко залезаю со всякие сети но иногда бывает так ведь меня могут спутать с теми кто пишет о розах и бабочках высказывания социальной сети да я буду писать о бабочках и цветах всем смертям и воинам назло обязательно буду потому что мне не пройти через боль и страх если не пронесу их в себе повсюду да я буду писать о них потому что они хрупки потому что их мужество много больше чем наше легкие крылышки тонкие лепестки целый мир что мудрее людей и старше буду писать потому что без нас без всех жизнь обойдется а вот без них едва ли попросту треснут расколятся как орех планы амбиции прочие тролливали потому что когда не станет своих и чужих и сквозь горький стыд и недоумение мы возвратимся то снова увидим их и разглядим вечность внутри мгновения вот что-то подобрались стихотворения с эпиграфами тут да 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 с эпиграфами а тут вообще эпиграф из товарища Архимеда ноли тангере циркулюс меус слова не трогай мои чертежи которые были ну приписываны по крайней мере Архимеду когда его убивали в перестуке колес все быстрее и злей никого не вини ни о чем не жалей ни о чем не жалей никого не вини а навстречу как жизни чужие огни а навстречу столбы а навстречу кусты полустанки заборы сараи кресты это дерево стон это скрип колеса ах прожить бы еще полчаса полчаса ах прожить бы еще головой тряхни ни о чем не жалей никого не вини слышишь в ровном дыхании русских полей никого не вини ни о чем не жалей это сердце сжимающееся во мгле это рюмка с отравой на грязном столе это в кранах бормочет слепая вода это по коридору шаги в никуда это времени бешеные виражи это бей но не трогай мои чертежи это лезвие ночи проводит черту сквозь ноябрьскую зябнущую негат доготу так присвистни потуже ремень затяни и судьбу словно глупую птицу спугни и под крики распни и под крики налей никого не вини ни о чем не жалей кроме нескольких ладно потом наставление сыну ну наверное каждый родитель пытается оставить своему потомку какое-то наставление вот и я тоже попыталась наставление сыну не копи барахла ты немного удержишь в руке от погони к тому же вернее уйдешь налегке и запомни еще то что я повторяла не раз ни одна из вещей никогда не заплачет о нас одевайся лишь в чистое мы мы ведь не знаем с тобой и не знает никто когда примет последний свой бой в бога веруй и кланяйся только ему одному у людей не проси подрастешь сам поймешь почему если если дерись до конца но лежачих не бей уважай всех крылатых ворон воробьев голубей и зверей уважай помни что и у них есть душа и всегда за душой что у них что у нас не гроша и еще если сможешь стихом никогда не греши все в бумагу уходит очнешься вокруг не души лучше просто живи не жалея ни сил ни огня по родительским дням поминай если вспомнишь меня осенний романс осенний романс рассеянный свет сизовато рябой голубиной и возле метро где похмельный сырой неуют обшарпанный дядька вздыхает о гроздья хребины что бьются в окно и полночи уснуть не дают и голос не ах и ненужный надрыв приблотненный а правду сказать и слова-то банальны вполне откуда ж тогда эти проблески в памяти сонной откуда тогда эта тонкая дрожь по спине откуда оно эти комья невысохшей глины вода в колеях сероватый негреющий свет откуда я шла с этой песней о гроздья хребины с невнятной тоскою о доме которого нет и что там блестело и в горло впивалось осколком с какого пожара по ветру летела зола куда я спешила куда я разбитым проселком в телеге тряслась безнадежным этапом брела кому за порог а кому-то и ласточка в сене несет не войну а весну на точеном крыле куда ж я теперь бесконечной дорогой осенней все дальше иду по своей сиротливой земле вот ну а вот это стихотворение довольно раннее но я так могу сказать в какой-то мере что это кредо такое по осени я вспоминаю ту классическую стрекозу из басни и думаю чем строже тем напрасней мораль извечно судит красоту пропела ну какая в том беда коротенькое праздничное лето как хорошо хоть кто-то в жизни этом не ведал безысходности труда в минуту вдохновения ее создал господь из воздуха и света и отпустил и не спросил совета у скучных и жестоких муравьев вот хотя надо сказать что когда я этот стих писала я уже знала о том что на самом деле стрекозы они очень большие труженики это только кажется что они танцуют а вот тоже верлибр такой они рассуждали хитрый о честности трусливый о мужестве бездарный о вдохновении о равнодушный так говорил о любви что аж заходило с сердца они призывали благополучный к терпению злой к милосердию к щедрости жадный но обездельник так пел славу труду что прямо руки чесались они упрекали лжецы в недоверии любопытные в сдержанности эгоист в неготовности к жертве а безбожник тот просто разил наповал цитатами из писания и вот постарев посидев в безнадежной борьбе с энтропией устав от привычной сансары я вспомнила вдруг что в учебнике обычном учебнике военно-полевой хирургии сказано четко спеши не к тому кто кричит к тому кто молчит так утешь меня пожалуйста утешь в моей почти пророческой печали в конце времен а может быть в начале горчит мое вино и хлеб несвеж утешь меня разбросанных камней все больше и тропа моя все уже и голоса из прошлого все глуши а выстрелы все чаще и точнее услышь меня пожалуйста услышь стада веков пыля проходят мимо и размыкают несоединимо небытия седую глушь и тишь услышь меня я принимаю бой привычный мир растрескан и расколот и рвущийся снаружи смертный холод остановить возможно лишь собой махаон бабочка такая большая красивая вот в Петербурге эта бабочка не живет ее границ проживания это Псковская область а в Белоруссии наверное их много вот по это самое вот Псковской области я их видела за еловой псковская псковской область И как чистая радость искрится, Так несуетно царственен И от забот отстранён. Всё встречает его, И цветов изумлённые лица, И гуденья шмелей, И беспечных кузнечиков звон. С каждым вздохом крыла Отлетает он выше и выше. Свет вечерний дрожит Над моим неподвижным плечом И взрывается время, Мешая небывшее с бывшим. И душа вспоминает, И не понимает, о чём. А это вот такое маленькое городское стихотворение. Тут городских стихотворений несколько. Опять же с эпиграфом. Можно заставить лошадь подойти к воде, Но нельзя заставить её пить. Восточная пословица. Когда фонтанке вспухшая вода, В безмолвии пугающе несытом, Как будто часа ждущая беда Шевелится под вздыбленным копытом, Когда в обнимку пляшут свет и тьма, На бронзовой уздечке удавиться тут можно. Или нет, сойти с ума И дальше жить. Никто не удивится. И на мосту, Средь скачущих теней, Где все и вся равны И равноложны, Не так уж сложно Удержать коней. И только напоить их Невозможно. Вот тоже городское стихотворение. Под конец ленинградской зимы Ты выходишь во двор И мучительно щурясь, Как если бы выпал из ночи, Понимаешь, что жив, Незатейливо жив до сих пор, То ли в списках забыт, То ли просто на время отсрочен, Сунув руки в карманы, По серому насту идешь. Обострившийся слух Выделяет из общего хора Ломкий хруст ледяной, Шорох мусора, Птичий голдеж, Еле слышный обрывок Старушечьего разговора. Мужикам хорошо, Поживут, поживут И помрут. Ни забот, ни хлопот, Ты ж измаешься В старости длинной. Все терпи, терпи. И сырой городской неуют На осевшем снегу Размывает сутулые спины. Бармача, что весь мир, Как квартира, То тесен, то пуст, Подворотней бредешь За кирпичные стены колодца, И навстречу тебе Влажно дышит Очнувшийся куст. Воробьи гомонят, И высокое небо смеется. Ну вот, а это стихотворение, вот оно совершенно новое, и оно посвящено совершенно замечательному, действительно замечательному поэту, живущему в городе Торжок, к сожалению, очень малоизвестному, а поэт с большой буквы Василий Рысенков. Так вот, это стихотворение с посвящением поэту Василию Рысенкову. Нынче вокруг колокольни Полно стрижей, Птичья забота, Знай себе, режь до шей, Острым крылом возле моей щеки Чиркни, как лезвием, Тенью коснись руки, Режь, перекраивай время, Пространство, жизнь, Резко ныряя, закладывая виражи, Криком сшивая невидимые края, Где из воздушной раны Забьет струя чистого света. Что же, душа? Учись, не сожалей, не бойся. Пронзая ввысь, воздуха легче, Стремительней, чем стриж, Над колокольней когда-нибудь ты взлетишь, Чьи это щеки, Почти коснувшись крылом, Не вспоминая в вечности облом. Так, ну а вот это вот блюз. Но петь я его не буду, Я его все-таки прочитаю. Значит, песня есть такая у чижа, Когда уходит любовь, начинается блюз. Ну и вот такое стихотворение. А мне говорили, Уйдет любовь, и сразу начнется блюз. Когда навсегда уходит любовь, Тогда начинается блюз. И я рифмовала с любовью кровь И с трусом пиковый туз. И вот она, наконец, ушла, А может быть, умерла. Не оборачиваясь, ушла И где-нибудь умерла. Я вроде бы слышала всплеск весла. Такие вот, брат, дела. И я напряженно слушаю ночь И в ней чужие шаги. Слушаю, как замирает ночь, Вбирая в себя шаги. И стрелки, пытаясь вырваться прочь, Описывают круги. На крыше соседнего дома Куст поймал ветвями луну. Черный и тихий, как невод, Куст из неба тянет в луну. А я все пытаюсь услышать блюз, Но слышу лишь тишину. Так, это мы пропустим. Когда собаки потеряют след, Поскуливая зло и виновато, Я сквозь туман сырой и клочковатый В ветвях увижу чуть заметный свет. Я сплюну кровь В дыхании каждой жизни, И я заплачу, Веря и любя На все вопросы, получив ответы, И улыбнусь, И выдохну себя Навстречу Ослепительному свету. Так, а вот Тоже стихотворение с эпиграфом Из моего любимого набоковского рассказа. И цинцинад пошел среди пыли И падающих вещей, Направляясь в ту сторону, Где, судя по голосам, Стояли существа, подобные ему. Владимир Набоков, Приглашение на казнь. Как ты нелеп В своем Мученическом венце. Нужно было Тренировать почаще Общее выражение на лице, Притворяться призрачным, Ненастоящим. Шаг с тропы И проваливается нога, Чья-то плоская шутка Мороз по коже. Каждое утро Вылазка Встан врага. Вечером жив И слава тебе, Боже! Осторожней! Ведь и сейчас, Может быть, Жестом, взглядом Ты выдаешь невольно То, Что ты действительно Можешь любить. То, что тебе В самом деле Бывает больно. Вещи твои Перетряхивают спеша. Что тебе нужно? Ботинки, штаны, рубаха. Это вот спрячь подальше. Это душа. Даже когда она Сжата в комок От страха. Над головами Жирно плывущий звук. Благороднейшие Господа и дамы. Спонсор казни Салон ритуальных услуг. Эксклюзивное право Размещение рекламы. И неизвестно. В самый последний миг Сгинут ли Эта площадь Вывеска чайной Плаха Топор Толпы Истеричный Вскрик Весь балаган Куда ты попал Случайно? Да, вот я смогу В конце выступления Подарить несколько книжек. У меня их, к сожалению, Осталось уже очень Немного, поэтому Всех я Не смогу, но несколько книжек Подарю с удовольствием, конечно же. Вот. Мы тут Все хороши Пока все хорошо А за день интересы Иной разговор На такое нарвешься Сотрут в порошок Докурив Он Рывком Передернул Затвор И зевнул Я тебе Друг Товарищ И волк Пусть Считают меня Дураки Под лицом Наплевать Так Сказал человек И умолк Тяжелее И отвердевая Лицом Но другой Рассмеялся Все правильно Брат Нынче воздух До боли Пронизан Весной Не наполнится Слух Не насытится Взгляд И шагнул Повернувшись Беспечной Спиной Мир Дышал На разрыв Шелестел Извинел Человек По ладони Раскрывшийся Шел И дрожал У него Меж лопаток Прицел И отбрасывал Солнечных Зайчиков Ствол Ну Говорят, что Стихи о поэзии Это дурной вкус Но все-таки Без них иногда Не получается Обойтись Поэтому Вот такой Короткий стих Забыть поэта И заняться Делом Поскольку он Никчемный человек С душой Нелепый И неловким Телом Он весь Некстати Словно Майский Снег Забыть Его Он Просто Недоучка Фигляр Неудачник Вечный Шут Мы думали Он Непростая Штучка А он И сам не знал Зачем он Тут Забыть его Он Жил так Неумело За пешку Отдавал Порой Ферзя И все же За неведомым Пределом Была его Оправдана Стезя Ну а это вот Такое Не особо Серьезное Секретворение Но тоже Из домашней Жизни Буркнуло Сыну Под Котовского Бы тебя Надо подстричь А кто это Кто Таковский Мальчик Спросил Удивленно Вихры Теребя Надо же Он не знает Кем был Котовский Парень Читает Книжки Смотрит Кино Учится Вроде бы И без особой Лени Знает Про Фрунзе И про Батьку Махно Знает Что были Сталин Троцкий И Ленин Всяческих Знаний Полная голова По математике Почти В отличники Вышел В умные Фразы Увязывает Слова А о Котовском Оказывается И не слышал Вот и сик Транзит Кабы Погиб На войне Славный Камбрик Или Пал Жертвой Репрессий Мог бы В школьный Учебник Войти Вполне Упоминаться Хотя бы Порою В прессе Все могло Быть иначе И даже Ничуть Если б Жизнь Озарилась Иным Финалом В мирное Время Увы Завершил Его путь Выстрел Привет От одесского Криминала Были Конечно Митинги Венки Толпы Людей Тучи Словесной Пыли Сам Бой покойный Еще раз Помер С тоски Были Стихи Их Тоже Потом Забыли Все-таки Жаль Романтик Полубандит Господи Как любила Его удача Посвист Пуй Да Перестук Копыт Храбрость Напор Кураж И никак Иначе Долг Отдавая Именно Куражу В нас Для него Почти Не осталось Места Я О Котовском Мальчику Расскажу Просто Чтобы Закваски Добавить В тесто Так Ну это Памятник Ну Некоторые Может быть Не знают В Петербурге Был поставлен Памятник Анне Ахматовой Ну вот По ее Как бы Стихотворной Просьбе Этот памятник Стоит Напротив Бывшего Здания Крестов И поставили Памятник Анне Напротив Тюрьмы Чтобы Вновь Ей Смотреть На сырые Кирпичные Стены Где Окошки Прищурились Полные Дремлющей Тьмы И Притихшего Лихо Таящегося Среди Лена То свинцом Угрожая То лязгая Цепью Железной Но Но Ведь Кто-то Же Должен Стоять Повернувшись Лицом К Неизбывному Страху Готовому Хлынуть Из Бездны Так Ну И вот Из новых Тоже Не откажу Себе Не откажу Себе В удовольствии Прочитать Более Новое Стихотворение А называется Оно Смерть Хосе Рисаля Хосе Рисаль Это вот Я с удивлением Для себя Узнала И даже В общем-то Там Как Доктор Очень Странную Вещь Это Филиппинский Поэт Великолепный Врач Хирург Окулист В конце XIX века Делавший Уникальные Операции Глазные Философ Знавший Массу Языков Посещавший Россию Между прочим К его Сожалению Общественный Деятель И революционер Был Расстрелян В 1892 Году За участие В подготовке Антииспанского Восстания Он Был Принципиально Поставлен Спиной К расстрельной Команде Хотя Просил стрелять Ему В грудь Чтобы он Он хотел Увидеть солнце После залпа Сумел Развернуться Чтобы упасть Лицом вверх Что физиологически Почти невозможно Это я как доктор Говорю Смерть Хасари Саля Он Разворачивается В падении Плечи Пробитая Грудь Живот Подгибающиеся Колени Гасят Резкий Толчок Вперед Но Сквозь вспышку Горячей Боли Сквозь Наваливающийся Мрак Невероятным Усилием Воли Он В развороте Делает Шаг И напряженно Звенят Мгновения Медля Обратный Начать Отсчет Время Сжимается Он В падении Разворачивается На восход И Разворачивается Планета Вся Нашпигованная Свинцом Жизнь Вселенная Бездна Света Запрокинутое Лицо Так Ну Сейчас уже Дело Концент А вот А вот Давайте-ка Чего-нибудь Сначала Немножечко Полегче Котенок Он Распугал Всех Кур Пусть Неумело А все же Прыгнув Из-за Лопуха Он Маленький Но он Ужасно Смелый И он Идет Один На петуха А тот Разинул Клюв И в удивлении Застыл На миг От наглости Такой Короче Храбреца Спасло Мгновение А может быть Зачем Зачем Он был И Разве Разберешь Его узор В сплошном Переплетении Рождении Смертей И мне В ответ Младенчески Смеется День Весенний Сияя И Расплескивая Свет А вот Еще Стих Уж больно Я их люблю Всех Этих Котов И так далее Заристовка С натурой Два Называется Потому что Существует Заристовка С натурой Которая Тоже Коту Кстати Посвященная Все Золотистый Воздух Комары Уже Звенят А на Былинке Зыбкой Кузенечик Разомлевший От жары Настраивает Крошечную Скрипку Мальчишка Удит Рыбу Для Кота А тот Сидит Буддийский Равнодушен И Жмурится Все В мире Суета Вот Разве Рыбка Свежая На Ужин О Стрекоза Поймать Бы Но Полет Ее Так Резок Ладно Уж Не Надо Вот Лягушонок Прыгнул Пусть Живет А то Схватить Текучая Прохлада Колышется Над Сонную Водой Над Влажными Кустами И Мгновение Мерцает Стрекозино Слюдой Слюдой И Еле Слышным Смехом Святотени И Давайте-ка я вам Вот Завершать я ими не буду Да А вот Прочитаю-ка я вам Несерьезное стихотворение Еще Серьезными Оно тоже с эпиграфом Извините Я немного Бетховен На это ухо Хорошо, что Не Ван Гог Это из разговора Я услышал Я на левое ухо Бетховен А на правое ухо Ван Гог И герр Питер Средь разных диковин Меня б заспиртовал Если б мог Но сравнения Падают в лузу Словно шарики Так, например Я на правое око Кутузов А на левое Явно Гомер Я Моресьев На левую ногу Хоть ты смейся, пожалуй Хоть плачь А на правую ногу Ей-богу Я Джон Сильвер Искатель удачи И без всякого газа И флера Я скажу, что Прошибла вас дрожь Я на левую руку Венера А на правую Нельсон Так что ж Что там Уши Да очи Взгляни-ка Я на самом-то деле Увы Просто Самофракийская Ника В отношении Своей головы Вот Ну и Позвольте мне Прочесть еще Да Парочку Более серьезных Стихотворений Вот одно стихотворение Трое Оно Ну не совсем новое Но относительно новое В войне его нет Называется Стихотворение Трое Фотография Стандартно Первый класс Ох уж мне, блин, эта Школьная скамья Неблагополучных Трое нас Ленька Чипа Игорек Да я Полуграмотная Тетка Игорька Та, что Мыла в нашей Школе Этажи Нам сказала Жизнь у вас Горька Надо вам Ребятушки Дружить Все вы Сироты Без мамок Без отцов Стало быть И не нужны Вы никому Не теряйтесь Они то В конце концов Передавят Как котят По одному Вот Мы дружили Как могли Вместе дрались Вместе бегали В кино Тополиной пух В июне жгли И нам было Совершенно Все равно То Что я Училась Хорошо А они Забили напрочь Ну так что ж И меня Не повергали Вовсе в шок Сигареты Клей момент И даже Нож А потом Все разбежались Кто куда Им В путягу Ибо Славен Всякий Труд Я же Безо Всякого Труда Как-то Быстро Поступила В институт Ленька Воровал Попал В тюрьму После Вышел Да обратно Сел Игорь Пил Потом Бомжатскую Суму На плечо Вполне Безропотно Надел Ну а я Науку Грызла Сгоряча Не сбавляя Взятый Темп На вираже В общем Я училась На врача И Небезуспешно Но Уже Просыпался Странный Зверь В моей Груди И дышал Переплавляя Все В слова Бабка Говорила Нелюдь Небезуспешно Длился Час Но Межпальцев Утекли Десятки Лет Потому что Только трое Было Нас Пьяница Ворюга И Поэт Потому что Это Полная Фигня Дескать Каждый Каждый Сам Судьбу Свою Лепил И Теперь Я знаю Точно За Меня Ленька Воровал А Игорь Пил И все Чаще Я гляжу Гляжу Туда Где Сквозь Облака Высокий Свет Говорит О том Что Боль Не Навсегда А Сиротства Вовсе Не было И нет Вот И Вот Закончить Это выступление Я бы хотела Вот таким Стихотворением Оно тоже Ну Может быть Не совсем Но Как бы Оно Относительно Новое Вы знаете Да Есть Ну Кто знает Хорошо Кому Кто не знает Я просто Поясню Есть такая Достаточно Загадочная Икона Ангел Благое Молчание О ее происхождении В общем Много споров Но суть в том Что она есть И называется Ангел Благое Молчание От трескучей Фразы На злобу Дня Виршей Холопских Бешеных Тиражей Ангел Благое Молчание Храни Меня Губы Мои Суровой Нитью За шеей Лучше Мне Измаившись В немоте Без вести Сгинуть В землю Уйти Ручьем Чем Локтями Работая В тесноте Вырвать Себе Признание Не важно Чье Лучше Исчезнуть Попросту Помереть Быть Стихами Взорванной Изнутри Только Бы Перед Ликом Твоим Гореть Только Бы Слушать Только Бы Ты Говорил Только Бы Слушать Вслушиваться В шаги Свет Твой Угадывать Из-под Прикрытых Век Вечность Во мне Прошу Тебя Сбереги Ибо Я Всего Ты Лишь Человек В час Когда Сердце Захлестывает Суета Требуя Покориться И Ей Служить Ангел Благое Молчание Замкни Мне Уста Чтобы Мне Перед Словом Не Согрешить Ну вот На этом я думаю Что надо все-таки И честь знать Вам Вам спасибо огромное Вы слушали Я видела Это Дорогого для меня стоит Если Вот хотите О чем-то спросить Вот Я здесь Я отвечу Если смогу С Вами Если Куда Внутри Пр恭